Путешествовать по миру этим летом нам, по всей видимости, не придется, но, по-моему, это прекрасный повод, чтобы лучше узнать свою родную Беларусь. Я, например, предлагаю отправиться к самому большому в Беларуси камню. После последнего ледника он остался в Шумилинском районе. Поедем посмотрим. Камень действительно впечатляет своими размерами. По подсчетам ученых, весит он не менее 800 тонн. Ледник принес к нам камень с Карельского перешейка. Он представляет собой гранит рапокиви, что в переводе с финского означает «гнилой камень». Вокруг камня, который в народе называют еще чертов камень, сложено немало легенд. К примеру, считалось, что если путник нечаянно на него наткнется, то обязательно заблудится и непременно еще раз вернется к камню. Но, учитывая современное средство навигации, эта легенда утратила свою актуальность. Сегодня говорят, что женщины, которые не побоятся и залезут на вершину камня, обязательно в следующем году уйдут в декретный отпуск. Я, конечно, немного волнуюсь, но, как говорится, чего не сделаешь ради лайков и репостов. Не скажу, что это очень просто, но при желании сюда может залезть любая женщина, даже без посторонней помощи. Мне кажется, это место вполне может претендовать на интерес туристов. Кстати, некоторые пытались приписать себе наличие самого большого камня на территории нашей страны. Ходили слухи о Мозырьском великане, к примеру. Но ученые непреклонны. Самый большой камень находится в деревне Горки Шумилинского района. Не знаю, мне кажется, самое место подумать о вечном, пофилософствовать, послушать тишину и птичек. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!